Братья и сестры В заключении, перед тем, как будем молиться, прочитали с вами из послания к евреям, из 10 главы, два стиха, которые, ну, наверное, самые такие вот серьезные стихи, которые говорят о духовном падении. Это 28 и 29 стих 10 главы послания к евреям. Если отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Вот здесь апостол говорит о таком состоянии людей, которые когда-то пришли к Господу, которые обещали следовать за Ним, они приняли крещение, у них было покаяние и что-то случилось в их духовной жизни. Они оказались, ну, в самом-самом вот низком состоянии. То есть здесь говорится о том, что они попирают Сына Божия, не почитают за святыню кровь завета, которую освящены были, и Духа благодати оскорбляют. Вы знаете, на этой неделе у меня было несколько встреч с людьми, которые оставили определенный след вот в моей жизни. Я был в больнице и разговаривался с одним врачом, это врач-эндокринолог, и она мне рассказала, показала туда в угол на стопку бумаг и сказала о том, что это диагнозы людей, у которых обнаружили рак. Она сказала, здесь есть карточки детей 12-летних, есть те, которые постарше. Дальше она рассказала мне историю молодого человека, который ведет здоровый образ жизни, который является спортсменом, ходит в спортзал, но вот его стало беспокоить здоровье, он пришел, прошел обследование, оказался рак четвертой степени. И она, знаете, с таким сожалению сказала, к сожалению, уже слишком поздно. И после этого сказала, пойдите, скажите своим родным, своим близким, своим друзьям, приходите, это недорого обследоваться, сделать везде щитовидные железы, после 40 лет нужно это раз в три года делать, приходите, потому что уже слишком поздно. Вы знаете, когда я оттуда вышел, я думал, интересно, четвертая стадия рака, а где первая стадия, где вторая стадия, где третья стадия, когда вот еще что-то можно было сделать. Почему человек обращается тогда, когда уже нет никакой надежды. И действительно, знаете, мы можем ходить в нашем теле, может быть уже развивается какая-то болезнь, может быть эти раковые клетки, они атакуют вот наше тело, а мы можем об этом и не подозревать. Одна женщина пошла и узнала о том, что у нее рак, когда она сломала ногу, оказалось о том, что ее кости уже были поражены, они стали хрупкими. И опять четвертая стадия рака. И вы знаете, я думал о том, что как это похоже на духовную жизнь. Мы можем ходить в церковь, мы можем вот жить, можем что-то делать, даже совершать какое-то служение, но и не подозревать, что есть уже определенные симптомы, которые поражают нашу с вами веру. И вот как раз послание к евреям, оно об этом говорит. Возможно, духовная болезнь, мы не увидим этих людей где-то там на этих койках в больницах, но все-таки как мы можем сделать вот это вот УЗИ нашей духовной жизни и посмотреть, а может быть уже что-то происходит со мной, мне нужно обратиться к моему небесному врачу, чтобы он произвел вот это вот исцеление, произвел свою работу. Когда-то апостол Павел к Тимофею в первом послании, в первой главе, в 19 стихе он говорил о таких людях. Он говорил Тимофею, имея веру и добрую совесть, и дальше он говорит, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. То есть там и Миней, и Филит, эти люди, которые точно так же они были в церкви, не последовали за Господом, но они потерпели кораблекрушение в вере. Вы знаете, вся вот книга «Послание к евреям», она вращается вокруг одного слова «лучшее». То есть апостол хочет показать превосходство Иисуса Христа. Когда мы читаем эту книгу, он показывает о том, что Иисус Христос, Он намного лучше, намного превосходнее ангелов. Дальше он говорит, Он намного лучше. Дальше, когда апостол идет дальше, Он говорит, Он лучший первосвященник по чину Милхоседека. Дальше он говорит, Он лучший, вот этот завет, в котором мы с вами, Он лучше, чем первый завет. Иисус Христос – это лучшая жертва. Иисус Христос является лучшим путем. И вот после каждого этого сравнения, Он говорит предостережение, Он говорит определенное предостережение о том, что мы должны проверять нашу с вами духовную жизнь. Но, к примеру, евреям 4 глава в 1 стихе говорится, «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Или дальше в 11 стихе этой 4 главы послания евреям говорится, «Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же, к примеру, не впал в непокорность». И мы постоянно видим вот эти вот предостережения, которые делает апостол. Он говорит, «Проверяйте свое духовное здоровье». Братья и сестры, я хочу, чтобы мы коротко, буквально вот несколько пунктов посмотрели, а как вот те люди скатились до такого состояния, о том, что они стали вот попрание Иисуса Христа. Можно ли что-то страшнее представить, как попрание Иисуса Христа, непочитание крови завета Иисуса Христа и оскорбление Духа Святого? Как не оказаться в этом состоянии, из которого больше нет выхода? И первое место это «Евреям» 2 глава, 2 глава с 1 стиха мы с вами прочтем. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев от Оликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» То есть интересно, что апостол говорит, что падение начинается не с того, что мы с вами где-то впадаем в блуд, или мы к кражу, или может быть в алкоголь человека, с самого простого, вроде бы с мелочей, оно начинается с невнимательности и нерадения. Нерадение – это буквально слово, которое значит «беспечность». То есть человек становится беспечный. Братья и сестры, первый симптом этого заболевания – как раз невнимательность, оно начинается с невнимательности. Вы знаете, каждый из нас знает, особенно те, кто водит машину, о том, что очень часто аварии случаются именно по невнимательности. Там где-то отвлекся, не заметил открытый люк, там где-то выезжал, думал, что едешь по главной дороге, не заметил знак. И получаются эти аварии. Это только какие-то мелочи. Но бывает по невнимательности, бывают крупные катастрофы. Когда не заметил машинист локомотива, не заметил сигнал красный светофора, столкнулись два поезда в Египте, погибло 40 человек, или человек, который должен инспектировать аттракционы для детей, он не заметил, что небольшая шестерня, она уже стерлась, погибло 20 детей на аттракционе. То есть из-за нерадения и невнимательности происходит очень много беды. Когда мы с вами пришли к Господу, мы были очень внимательны. Мы читали Божье Слово внимательно, мы обращали внимание на каждую запятую, мы с вами слышали проповеди с открытым ртом, мы пели общим пением, то есть очень внимательно. Но проходит время, и мы где-то остываем, мы становимся, может быть, нерадивыми. И это первый признак того, что в нашей духовной жизни появился вот этот вот симптом духовной болезни. То падение, которое мы прочитали в 10 главе, оно началось еще вот здесь, во 2 главе. Вроде бы с мелочи. Следующее местописание евреям, 3 глава, 7-8 стих. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во дне ропота, в день искушения в пустыне?» То есть следующее – это происходит ожесточение человеческого сердца. Вы знаете, здесь речь не идет о том ожесточении, когда человек жестокий может быть в семье, к своему мужу, к своей жене, к своим детям, или может быть к животным. Это когда человек принимает определенное решение. Вот этого я буду слушать, этого я не буду слушать. Этот служитель для меня является авторитетом, этот не является авторитетом. Эта церковь, она вот такая, эта церковь не такая. Вот эта книга Писания, она более авторитетная, чем эта книга Писания. То есть это осознанный выбор, который делает человек. Его сердце ожесточается. Братья и сестры, наш Бог великий, и Он использует порой самое немощное. Помните, был случай, когда Он использовал ослицу. Даже ослица могла исполнить волю Божию и говорить. Поэтому Бог может использовать самого, может быть, не красноречивого, самого простого проповедника. Сказать Его истину, и мы можем получить, напитаться из того, что Он будет говорить из Божьего Слова. То есть сначала начинается нерадение, невнимательность, потом ожесточается сердце. И дальше апостол говорит в Евреям 3 главе, в 14 стихе, он продолжает. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Да коли говорится, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли их, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой Его? Как ни против непокорных?» И 19 стих. «Итак видим, что они не могли войти за неверие». После всего этого начинает страдать наша с вами вера, она начинает болеть. Вы знаете, когда я читал это местописание, хотелось бы услышать, что здесь идет речь об атеистах, вот о тех людях, о которых говорится в 13-м псалме, сказал безумец в сердце своем, нет Бога, и дальше они развратились, они совершили вот это вот все гнусное. Но здесь также, когда пишется в послании евреям, в этой же 10 главе говорится, к примеру, 10 стих, «по сей это воле освящены мы» единократным приношением, он говорит верующим людям. Или далее 19 стих, к примеру, «и так братья имеем дерзновение», то есть он обращается к братьям, к верующим людям. И точно так же в этом месте вот тот прообраз, тот народ, который видел все удивительные Божьи чудеса, он видел те 10 казней в Египте, как Бог раздвигал море, как он шел в столбе облачном и огненном, они все это видели. Но вот когда они подошли к земле обетованной, они послали туда соглядатая, и те вернулись, и помните, что сказали? «Мы боимся, там сыны инаковы, мы в глазах их как кузнечики, у нас нет никакого шанса». И народ остался за неверие, тот народ, который должен был провозглашать величие и славу Господа. Вы знаете, наша проблема верующих людей не в том, что мы не верим в Бога, наша проблема в том, что мы не хотим жить каждый день верою. Мы сегодня, знаете, подвержены, может быть, у нас очень много разных советников, много тех, кто анализирует, те, кто, может быть, говорит, как поступать, может быть, кому-то телевидение или какие-то книги, но так тяжело каждый день принимать решение по вере, зная, что Господь совершит свой путь. Вы знаете, действительно, вера, она всегда смотрит намного дальше. Вообще, книга Библии, она говорит о людях веры, те люди, которым вот они попадали в те ситуации, когда, казалось, нет уже никакого шанса. Даниил попадает в ров, львы не кормленные, какой у него шанс, вот по нашему человеческому, остаться живым? Никакого шанса. Но он знал, что Бог верен сохранить его, он силен сохранить его. Трое друзей бросают в печь, они говорят, мы знаем, что Бог силен нас сохранить, и от руки твоей, царь, он может нас избавить. Давид выходит против Голиафа, посмотрите, какой воин, рост больше трех метров, этот копье, как навою ткачей, он на все это мог посмотреть и сказать, нет никакого шанса. Это, как знаете, как с луком выходить против танка, и все-таки его вера говорит, я выхожу во имя Господа, Бога моего. Вот это вот жить верою. Каждый день, когда угрожает нам опасность, когда на нашем горизонте появились эти сыны инаковые, которые приводят нас в страх, а мы говорим, мы идем во имя Господа, Бога нашего. Следующее место Писания, 5 глава Евреям, 7 стиха. Он в однеплоте своей, это говорится об Иисусе Христе, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушным ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником по чину Милхиседека. А всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Тогда, когда начинает болеть наша вера, происходит духовная остановка, мы останавливаемся, мы духовно не растем, это следующий симптом. И вы знаете, как можно узнать, когда мы видим детей, мы говорим, это дети, а как можно узнать духовного ребенка? Знаете, детям свойственно определенное поведение, да? Когда ребенку чего-то не даешь, он обижается, он может упасть на землю, он может начать топать ногами, если ему что-то сделаешь, он сразу обижается, он сразу развернется, может хлопнуть дверью, и вот точно так в нашей духовной жизни. Вы знаете, когда, может быть, нас кто-то не оказал нам должного внимания, или кто-то сел на наше место, или, может быть, еще в какой-то ситуации, проявляется наша духовная зрелость. Какая реакция происходит на вот ту обстановку, в которой мы с вами находимся? Может, мы начинаем вот как капризные дети, когда служитель делает какое-то замечание, мы обижаемся, мы хлопаем дверью, мы переходим в какую-то другую церковь, или мы отказываемся участвовать в хлебопреломлении, для того, чтобы показать вот какую-то свою обиду другим людям. Братья и сестры, Писание говорит о том, что это также является большой опасностью. Дальше, Евреям, 10 глава, апостол продолжает с 23 стиха. «Будем держаться исповедание, упование неуклонно, ибо верен обещавший, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». То есть следующий симптом – это когда мы перестаем искать общение верующих людей. Скажите, пожалуйста, кто есть ближе, чем мы являемся друг к другу? Никого, да? Мы в Иисусе Христе, мы родные и братья и сестры, и когда кто-то из нас уезжает на какое-то, может быть, куда-то в командировку по работе, нас тянет в собрание. Но, может быть, пришло у кого-то тот момент, когда мне все надоело, все стало скучно, меня не тянет в общение Божьих детей, меня не тянет на разбор, я не хочу находиться вместе с ними в молитвенном собрании, то это говорит о том, что в нашей духовной жизни есть проблема. Посмотрите, апостол Павел писал в послании к римлянам в 15 главе, в 24 стихе, он говорил, «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, так как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Является ли для меня сегодня общение с Божьими детьми вот этим вот наслаждением, о котором говорит апостол Павел? Или я просто пришел в собрание, я просто получил какую-то духовную пищу, и меня больше ничего не беспокоит? Я на неделю ухожу от этого общения, я не собираюсь с друзьями, с теми, кто вот точно так же думает, возможно, вместе для разбора Божьего Слова. Посмотрите, Псалом 15, 3 стих, говорит, «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Помните, сегодня хор пел песню вот о том, что пребывать в доме Господнем. Прошу у Тебя, Господи, только одного, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Иоанн говорит, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Иоанн говорит, «Невозможно иметь общение с Господом, невозможно говорить, что мы любим Господа, и не любить братьев и сестер, и не иметь общения с ними». И последнее, перед тем, как мы с вами будем молиться, вот последний этап перед тем падением записан в Евреям, 10 главе, 26 и 27 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Произвольный грех. В жизни верующих людей появляется произвольный грех. А что такое произвольный грех? Это спланированный, это осознанный, это обдуманный, когда человек уже тянется к греху, когда он хочет делать этот грех. Вы знаете, Ветхий Завет, когда мы его с вами читаем, то там мы можем проследить, что жертва, она работает тогда, когда человек, он хочет жить по Божьему Слову, он хочет жить по Божьим заповедям, но он оступается, он, может быть, к чему-то прикоснулся, где-то не так поступил, он берет эту жертву, он идет в храм, он ее приносит, и эта жертва, которая указывала на Иисуса Христа, вот дается ему это очищение. Но если человек грешит, то жертва его не очищает. Если человек осознанно убивал другого, то его должны были убить, ему должен был быть суд. Но помните, если человек работал, если у него там топорище, вот этот топор отлетел в сторону, да, убил человека неосознанно, то были города-убежище. Братья и сестры, когда мы начинаем осознанно грешить, то крови Иисуса Христа больше не очищает нас с вами. И вот после этого, как раз то, что мы прочитали в 10 главе, происходит этот страшный грех, происходит то, вот следующий шаг, когда человек попирает Христа, когда он ни во что ставит, он пренебрегает крови Иисуса Христа, и он оскорбляет Духа Святого. Возможно, сегодня, когда мы получили этот снимок во свете Божьего Слова, возможно, кто-то увидел вот зародыш этого симптома в своей жизни, может быть, нас не тянет сегодня уже в общение Божьих детей, или моя вера начинает хромать, или, возможно, я уже стал невнимательный, или, возможно, мое сердце начало ожесточаться. Вы знаете, небесный врач, он готов прийти, когда мы придем к нему на прием, он всегда готов оказать нам с вами помощь. В хоре, в репертуарах хора есть такая песня, «Милосердный врач Христос». И там есть такие слова, «И никто мне не помог, прихожу к Тебе, мой Бог, веру сердца исцели, руку мощную простри». Аминь. Давайте помолимся. Отец наш небесный, Господь наш, мы благодарны за этот воскресный день, за то, что сегодня мы так много слышали из Твоего Слова. Я благодарю за то, что, Господь, Ты работаешь Твоим Словом над каждым из нас, Господь, и Ты преображаешь нас в Иисуса Христа. Господи, это не всегда приятно, зачастую это больно, когда Твое Слово производит работу, когда оно осуждает Божий грех, когда оно показывает все то, что не в порядке. Но я попрошу Тебя, Господь, дай быть послушным Тебе, дай быть послушным Твоему Слову, Господи. Помоги приходить к Тебе на прием, Господи, и Ты всегда готов оказать эту помощь. Отец небесный, я прошу Тебя, доведи каждого из нас к вечности и не оказаться в том пагубном состоянии, в котором оказались те люди, которым апостол писал свое послание. И за все пусть будет прославлено Великое и Святое Твое имя, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.